Проезжая по северному берегу из Сыкуля, я заметил вот такое вот интересное здание. Центр кочевой цивилизации. Целый музей, рассказывающий о культуре кочевников. Естественно, я туда пошел. Естественно, я попросил провести мне экскурсию. И, естественно, эту экскурсию я, как мог, записал и вам сейчас покажу. Очень приятно, что вы зашли в наш музей. Откуда вы? Из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Мы с вами из Сыкульска. У нас музей считается самой молодой музей в Кыргызстане, потому что открылся в 2016 году, и мы работаем около уже 7 лет. Состоит из трех этажей. На первом этаже, где мы находимся, расположены те предметы, которые были найдены в Кочкорском районе, Чуйском области, и вокруг Сыкуля, и на дне Сыкуля. И на втором этаже у нас находится этнографический зал. Там те предметы, которые особенно активно пользовались в ежедневных жизнях, наши кыргызские, наши предки. А на любом этаже у нас находится сейчас, в данном время, находится временная выставка Лилия Турзбековой. Она вот первая кинорежиссер среди женщин и мужчин в Кыргызстане. И начинаем вот от археологического зала. Это карта Сыкуля. Карта Сыкуля, вот это оранжевые цвета, да, полоса обозначает, обозначает Чанчанские горы. Возле него уже начинается Казахстанская республика, а наша территория уже начнется вот эта, Иссикульская область. Мы находимся с северной стороны Сыкуля, Чонсарой и Орнёк. Возле него уже наш музей. Самая глубина Иссикуль состоит в 702 метра. У нас в Иссикуле живет около 120 видов рыб. И те рыбы, которые зашли в Красную книгу. Наливается Иссикуль около 70-80 рек и речки. Особенно большие реки с северной стороны, да, наливается, это у нас возле Ирнёк наливается Четкойсу. Возле Чонсарой наливается Ортокойсу. Возле Долинки наливается Четкойсу, Ортокойсу, Чонкойсу. И наливается Джиргалан, в Четокойсском области уже Хызылсо. В китайских летописах написано, что до 2-го, вот начиная 2-го века, объем воды был меньше, как ротник, да. И, по примеру, напротив Барскана и Тюбского района, например, вроде здесь, был большой Усунский город. Это называется по-китайски Чигучер, а по-нашему уже по переводу называется Красный город. Это по-китайски Чигучер, Хызылорен-Дюшар. И в природной катастрофе появился вот объем воды, и это город, большой цивилизационный город остался под водой. Поэтому и у нас на дне Секуле найдется многие, что осталось этих людей, да. И по северной стороне, с начиная Балахчи до Чопонаты, особенно расположены камни Петроглифы, считая середине каменного века. Особенно много информации находится в южной части Секуля, вот с начиная Балахчи до Караковский пристан. Вот эта красная полоса обозначает дорогу Великий Шелковый путь. По этой дороге шли караваны, начиная в Китае, ехали в сторону южной части Секуля и дошли они до Визанской империи, до Европы, разных стран и до Каира. Первую экспозицию по Секуле сделал итальянец Марко Поло в 1222-25 годах. В то же время и сделал экспозицию по Секуле китайский монах Чан Чунь. Пойдемте. У нас в этом витрине те предметы, которые были найдены на дне Секуля. Вот это называется чуйчок таш, каменная чашечка, люди активно пользовались. Здесь видно верхнюю часть зернотерки, знаете, да, зернотерки? Жорношки. Да. И вот это предмет тоже в середине каменного века и в конце каменного века люди активно пользовались как зернотерки. И разные виды сосуды. Можете посмотреть маленькие, средние и большие. В этом витрине у нас кувшинчик из глины, было найдено на дне Секуля. На нем наполнено было бронзовые монеты, которые принадлежат 10 веку на улице. 10 веку. Если поблизости сделаете, даже надписи монеты будут видны. Здесь у нас сувенерские вещи, которые сделал Тана Сарбуго. Тана Сарбуго это у нас кыргызская этнохудожница, молодая девушка. И она сделала вот такие сувенеры. Здесь лук из рока архара настоящего, даже вот наконечник и стрелы сделали из рока архара. Вот, четырехкранные и шестикранные бывают. Они для воинов. Простые металлические, двухкранные и трехкранные, они принадлежат животным для охотничества. Только кыргызы могли сделать наконечник и стрелы из рока архара. Здесь вот сувениры, целый лет как щит воина, как защищаясь от стрелбы, да. И на нем настоящая кожа, в кожах уже нарисованы кыргызские орнаменты. Например, этот орнамент обозначает рок оленики и на нем надето медальончик. И она украшена вот альчиками, это сустав баранина и вот тут называется томуками, это тоже сустав какой-то животных, да. Они украшены, поэтому обозначают сила, дружба, единство. Здесь орнамент обозначает рок архара и огонь, который всегда горит в центре юрты. Тоже тумарча, медальончик и хвост тайгана. Тайган это у нас в Кыргызстане самый близкий друг, животный для человека это тайган. И это его хвост тоже. Здесь птичка феникс, золотая птичка тоже обозначает и заслужит историю кыргызов. В этом витрине у нас те предметы, которые были найдены вокруг Исикуля, Кочкории и Чуйском области. Можете встречать здесь каменное оружие, которое принадлежит то временем. И бронзовое оружие, кирка и наконечника стрелбы больших. Это бронзовые зеркала, которые циакские жены пользовались как зеркало. Натирали шерстью баранина и засмотрелись. Наконечника стрелбы, украшения для женщин и мужчин. Была найдена тоже вот такая коллекция ножов. Здесь 26 штук, тоже принадлежит в 7-6 век до нашей эры. Называется «Скифсакская пятерочка». Вот это 3D-копия у нас Акинак. Оригинал был найден в селе Джархамбай, которое расположено в северной части Исикуля. Оригинал находится в Санкт-Петербурге Эрмитаже. У нас 3D-копия. И вот украшения тоже для мужчин и женщин. Можете пойти. Недавно была найдена вот такая красивая курган. В 2016 году местный житель в селе Маяк раскопал себе септик, чтобы пользоваться. И там он нашел разные осколки скелета человека. И обратился к эксперту, археологам. Наш музей в полном составе пошли. И там была настоящая раскопка. Там была найдена вот такая коллекция курганов. Там похоронен был мужчина со своей женой. И на нем наполнена вот такая уникальная посуда, которой они когда-то пользовались живыми. И украшения для мужчин и женщин. Там была найдена вот такая разная кувшинчики. И местные жители читали куран и опять раскопали этот скелет. А вот эти предметы уже привезли к нашим музеям. Там была найдена уникальная часть предмета. Вот эта верхняя часть большого кувшинчика. И эксперты доказали, что через шелковый путь из Греции и Рима привезли к нашим территориям вот такие красивые кувшинчики. Оно похоже на них цивилизация. Потому что вот вещая женщина и на нем надето ожерелье. Там пользовались вот такие предметы для наливания вино. А у нас пользовались для молочных продуктов. Пойдемте. У нас карта мира. Первая карта мира, которую составлял Махмуд Кашкари. Он уйгур. И считается первым... Составлял энциклопедию для другизычных народов. И он считается первым историком, археологом и картологом. Оригинал находится в Стамбуле. У нас один копия. Один копия находится в Калирии. И переведенный вид. Он примерно куда он дошел, да, изучал, какие народы, особенно туркоязычные, где расположено. А куда не дошел, он примерно и добавлял. И он сделал центром мира наш Исикуль. В то время большим городом вокруг Исикуля был город Барскан. В 10 веке карахандистский период. И сейчас это село есть, называется Барскон. Когда наш музей открылся, местные жители передали нам вот такие виды, разные каменные предметы. Особенно кыргызские женщины ежедневно очень активно пользовались вот таких джаргалчаков. Называется по-кыргызски джаргалчак. Это зернотерка. Здесь настоящая карта Великого Шелкового Пути. Вот это как целый лет верблюда, да, они обозначают дорога караванов. А вот такие, как юрта и мунара, они считаются караван-сараи. Караваны остановились здесь и не только отдыхали. И там была настоящая торговля. Кому что было нужнее, они поменялись товарами, да. Вот Гималай, гора Гималай. Вот эта гора наш, Чанчанские горы. Вот синий свет, это наш Исикуль. Написано там Барскар. Сейчас есть такая у нас села Барскон. Вот началась эта дорога с Китая. Они шли через южную часть Исикуля. Они пошли в Узбекстан. Вот таким образом. Из Сфахар, Рея, Сувар и Каир. И дошли до Визанской империи и разных сторон. Специально для нас была вышита карта из кожи рогатых скотов, особенно быков и коров. Вот это синие цвета обозначает большие вот океаны, Денизиев, Пальдерзе. У нас возле горы, напротив нас, да, есть уникальные камни. Наскальные рисунки, петроглифы. Оттуда и уникальные фотографии. Вот это называется 12 рогата Айлея Нихака у кыргызов. И здесь Архар, горный баран. Самый уникальный рисунок это самый старинный шаманы во время ритуала. Про охотничество, ханские знаки, родные знаки разные. И, конечно, про караванов тоже не забыли. Это великое имя, шелковый путь. Вот рисунки. У нас в этом трене украшения, которые были найдены вокруг Кисипуля. Были найдены христианские крестики, буддистские украшения и самые богатые, статусные люди, принадлежившиеся людям. И здесь коллекция кольцов. Здесь можно встречать самые маленькие размеры, потому что в то время у богатых семей носили драгоценные камни, особенно драгоценными камушками, носили с малых лет девочки. И в обществе они отличались статусами. Здесь бронзовые монеты, которые тоже были найдены в Кочкоре и Исиккуле. С дырочками китайские монеты, которые активно пользовались в Великом шелковом пути. Здесь тоже разные размеры, потому что в то время из монет отрубили и давали друг другу сдачи. Поэтому и вышла русская с термин рубль, оттуда и вышла рубить, отломать и давать друг другу сдачи. Это большие турбирские монеты, первые турецкие гинары. Здесь серьги, которые были найдены тоже в Кочкорском районе, принадлежит у нас это 8-6 век, которые турецкие войны носили по одному. Колокольчики для музыкальных инструментов, особенно вот такие маленькие, пользовались для пуговицы мужских платьев. Здесь бронзовые пинцеты, принадлежит 13-15 век. Пойдемте. Это самый красивый тундук. Тундук это особенно часть юрты. Юрта это кыргызское жилище. Вот таким образом они украшены. Тундук это как солнце, образ солнца, и оно разделено на 4 части, что обозначает, у одного года есть 4 сезона. Вот таким образом. Раньше в одном большом юрте, когда наши сплетки кочевали, в одном большом юрте около 15-16 человек вместе жили. В Кочкорском районе было найдено тоже вот такая красивая курган. Там был похоронен турецкий, тургешский воин вместе с своим скакуном. Вот найдено. Здесь красивая балбал, камень балбал, особенно, которая была найдена в территории Кыргызстана, балбала была найдена вот только верхняя часть человека. Здесь полная часть. Вот видите, как будто оно сидит, как мужчина. И на нем есть ремень, кемеркур называется. В ремнях есть кинжал и руках что-то держит. А вот видите, по лицу оно не мужчина, оно женщина. В 7-8 веке нашей эры женщины тоже за свою свободу, за свой народ давали последние силы, сражались вместе с мужчинами. И они были тоже солдатами, возглавляли воинов. Это называется кирка, караказаны, ковщики и виды стремена. Наконечных и стрелах, крупных для животных, для охотничества. Тоже стремена, разные виды и караказаны. Коллекция ножов была найдена в Сыкутском области, принадлежит 4-2 век до нашей эры. Здесь разные виды. Вот это в первом ряду, который есть, вот такой знак, оно и как зажигалка, от него вытащили, вот искры и зажгли огонь. Вот это называется у нас трипод. Трипод это как подставка, как тумбочка. пользовались на нем поставили вот такие виды подсвечники. А подсвечники бывали из простых металлов, из бронзы, даже из глины. Из глины изготавливали вот такие кубуры. Кубур это труба для чистой воды. Тоже трипод, здесь наконечник стрелбы из разных эпох. Здесь видно только двух, трехгранные. Это для охотничества. Пойдемте. Это зал у нас, зал Исикуль. Доска, первая диаспора Исикуля, тоже Кыргызстана. Первые диаспоры, когда пришли, они их располагали в Чуйской области. Потом второй поток был на Суэ, в Исикульской области. К нам Исикуль пришли вот из Украины и Беларуси первые переселенцы в середине 19 века. Они были вот из Беларуси и из Украины. Здесь у нас фотография первой русской туземской школы ученики и учитель. Вместе с ними было первое открытие первой туземской школы было открытие города Каракол в Каракольском уезде. Потом вторая туземская школа была открыта город Токмок в Чуйском области потом Бишкеке. Вместе с ними было открыто открыто города открылись города Каракол вот такая церковь оно было построено без гвоздей. оно смотрится вот в таком виде. Потом в этих же времен были привезены к нам это из Цинской империи из Китая первые был архитектором архитектор китаец поэтому и похоже вот такой архитектуру. Здесь доска Иркун Иркун это у нас в Кыргызстане самое тяжелое время и напоминается в историях у нас это трагическое восстание кыргызов оно было в 1916 году и активно участвовались на нем Исекульские и Народские Кыргызы здесь карта Исекуля обозначает захваченная вот сила да здесь карта Исекуля тоже вот эта красная стрелка беженцы Кыргызы через короткая дорога была это у нас перевалы через перевал они пошли вот чтобы выжить остаться живым в сторону Китай красная вот черная стрелка она они обозначают вас вот солдаты Российской империи вот таким образом наши предки перекочевали в сторону Китай и они дошли в Китай после 17 года распада Российской империи они опять возвращались в свой народ уникальная шапочка называется Шоколе свадебная кыргызской девушки которые вышли замуж первых дней в этом торжестве одевают вот такие шапочки слово шоколе вышло от слова украшать когда она свою дочку провожала вот мать провожала замуж она у нее что было на руках да куговицы бусы пирио птичек всех сюда добавляла вышивкой сделала и хорошее пожелание пожелала и провожала свою дочку замуж это называется шоколе вот таким образом сейчас одеваться модно в этом триле у нас первый экспонат который называется Гокур оно изготавливается из кожи рогатых статон и вышивается конских волос вот такие предметы все джигиты мужчины батыры всегда с собой носили потому что сюда наливали кымыз это кисломолочный продукт кыргызов и когда они в дорогах были охлаждаться хотели пить хотели и это кымыз выпивали это бронзовый самовар кумган самовар вот как топить да самовар знаете и вот кумганчик держать удобнее и наливать как чайник удобнее было 19 век здесь у нас государственные государственные деятели когда ими было 16 17 18 лет они активно участвовали с трагическим историей в восстании кыргызов в 16 году джусуп абдрахманов Касынтенстан начинал араба и арабаев и кусейн карасаев все они все силы передали государству да и они стали 1937-38 годах сталинских репрессий жертвами стали уникальные места секуля но у каждого места есть краткая легенда который всегда расскажется у местных жителей да например как рождался вот появился секуль некоторые говорят что секуль появился слезы матери некоторые говорят у красавицы слезы да это каньон называется сказка находится в тоннском районе дедыгус находится дедыгусском районе здесь как будто семь быков да гора и разбитое сердце тоже вот они в одном месте пастбище гугжаинг и манджилата находится в тоннском районе особенно туда пойдет те женщины которые многих лет хотели рожать ребенка и просить у бога да села тамга находится дедыгусском области там было найдено особенно много надпись и памятники от буддистов гора сантаж перевал сантаж находится в чубском районе здесь столько камней и столько было воинов амир темерлана пойдемте у у нас есть экспонаты виды стремина можете встречать вот разные виды стремины которые статусные богатые люди пользовались очень много металла в то время для кочевых народов металлы были очень дефицитом а простые народы пользовались только меньше металлов вот виды разные шинурчики особенно очень тяжелые шинурчики вот это уздечка уздечка в середине стоит это готовится из чистой кожи и украшается из чистой серебра самый тяжелый уздечка вот составляет килограмм шесть и вот когда мы восхищаемся вот смотря фильм исторических фильмов грецкий римский да даже у кыргызов мы не думали но читает истории да даже у кыргызов в то время тоже были одевались солдаты доспехами самыми тяжелыми вот даже украшали воинские скаканы да разным доспехом тяжелыми и виды седло вот это седло называется инерчак когда перекочевание кочевание народ очень активно пользовались перекочевание потому что тащили кыргызские юрты 400 килограммов юрту это середине это женское седло мужское седло женское седло впереди овал видите потому что женщина во время перекочевания с собой вот это колыбель если у нас вещи подтащить было удобнее здесь у нас деревянная расческа для лошадей уникальная картина берешагина берешагина оригинал находится в москве терцаковском галерее у нас дубликат копия в нем нарисован был наш кыргызский богатыр кыргызский охотник в то время возглавлял чуйских кыргызов батиканаев он надет то временем очень модным одеждам его вот это штаны вышивали из кожи рогатых скотов и вышивали вот с крючком очень тяжелым орнаментом и надеть специально привезли чапанчик и специально привезли это материал узбекский икат из антиджана и он одевал в то время вот это карамалтык знаете карамалтык и на руках птичка птичка кыргызское седло принаджиже двадцатый век украшена очень красиво оригинально оригинально с настоящим серебром сейчас вот такие виды встречать уже очень даже не получается редко доспехи это считается уже у нас легкое доспех самые тяжелые доспехи тоже носили наши воины это изготовлено из кожи верблюда и солдаты защищались от стрелы на конечке стрелы вот это та которую носит вот байтик канав тюдетмёк храмутык оно с помощью порохом застреляется до 100 метров с первым храмутыками наша первая фотография охотников кыргызов была сделана в 1934 году в городе токмок это кемеркур ремень из чистой кожи и украшена серебром и драгоценным камнем из этого кемеркура все джигиты батыры носили мужчины с этого кемеркура узнавали в обществе статус мужчин называется чокмор это чокмор тоже пользовались как оружие карта сибира когда наш музей был открыт передали нам как подарок из правительства наши предки перекачивали территории сибирь алтай кавказе здесь погребальная маска гунских женщин у нас тоже дубликат оригинал находится в Бишкекском государственном историческом музее оригинал настоящего золота было найдено в 1962 году в Чуйском области селе Шамши и она считается та курган считается самая богатая курган в Средней Азии потому что там было найдено не считая этой золотой маски не считая маски там было найдено 4 тысячи больших золотых предметов это из национального банка Кыргызской республики передано нам любление монета 11 дан недавно у нас открылся выставка оренбургские платки специально привезли нам в подарок платок и нарисовано здесь кыргызский герб и можете встречать разные виды даже пушкина рисунок пушкина аренбургские парки можете здесь снимать и пойдемте на втором этаже у нас расположена этнографический зал и выставка и выставка и выставка в личным фотографиям фотографом и когда он пришел в Узгонский базар он встречал нашу алайскую усарицу Курманжандатка очень восхищался и просил что хочет фотографию сделать она дала согласие и сделала вот эта фотография это считается самая последняя фотография она возглавила то время южных иргызов после смерти его супруги и считается она в истории первая дипломатка женщина в центральной Азии пойдемте здесь головной убор женская называется элечик элечик вот такие виды элечик носит исекульские чуйские нарванские кыргызы А вот такие сложнейшие лечить носят ванские, афганские и памирские кыргызы, в общем, южная часть Кыргызстана. Оно из трех слоев, да, первое надевают вот такие шапочки Кептакия, оно защищало перекочевание ушки и шею от ветра солнца, да, потом одевали вот такой белый длинный, белый материал, в то время для кочевых народов белая ткань была очень дефицитом, потому и они бережно хранили в голове и носили женщины. Это белый материал составляло килограмма метров, начиная с 12 до 50, 40, 70 метров. Конечно, 70-50 метров белый материал носили, достали это богатые женщины, статусные женщины, да, и они вот надевали с первых дней замужества, одевали и до смерти. Оно составляет, самый готовый вот елечек составляет килограмм 10. Они носили до смерти, вот такие украшения, называется кыргак, особенно богатые жены одевали вот такие елечек с кыргаками, это кыргак сделали из чистой сереброй. Носили до 50 лет, и после 50 уже вот такие, как бабушка елечек белые, без украшения кыргака, оно делает вид, статус, что она стала бабушка. Украшения кыргак, называется байбиче. Когда они носили вот это белый елечек 10 килограмм, да, они всегда до смерти, до 100 лет ощущали себя вот как модели, да, по-нашему. У них было, не встречали болезни спины, болезнь хондросы, грыжи спины. Они вот всегда держали осанку прямо. Российские солдаты в то время очень восхищались кыргызским женщинам. Почему вот им было секретом, да, почему все кыргызские женщины до 100 лет, они не станут вот горбатые, да, они всегда вот держат осанку прямо. Потому что вот это елечек, три одежды есть у кыргызских женщин, первая елечек, это все давали три вещи, давали женщинам красоту, здоровье и вот самочувствие. Первый предмет это елечек у нас. Елечек очень нужной вещью было для кыргызских женщин во время кочевания, да, можно, например, кто-то умереть, да, разных причин. И из этого белого елечека взяли 12 метров, это у нас называется хргызшакепин, чтобы намотать трупа и уважать, уважительно относиться к трупам, мертвым и провожать на тот цвет. Например, когда-то во время кочевания можно и рожаться вот ребенок, да, и от белого материала взяли пеленочку и встречали младенца. И понадобилось вот таким образом. Пойдемте. Это продолжение портрета Курман Джандатки. Здесь внутрь юрты, здесь наша алайская царица Курман Джандатка, его внук Мрзапаяс и Карл Монаргейм, президент Финландии. Это у нас Поль Пейлё. В то время и было цветные фотографии. Это настоящее у нас. Портрет Курман Джандатка сделали, это в ковре сделали специально для нашего музея и подарили южные кыргызы. Оно сделается из шерсти верблюда. Даже вот в китайских историях можно встречать нашу алайскую царицу Курман Джандатка. Здесь Карл Монаргейм про Курман Джандатки и про южный кыргызов. Здесь наша алайская царица и его супруг Аламбек Датка. Когда его наказали и убили, после его смерти, брала все в руки и возглавила южных кыргызов наша алайская царица Курман Джандатка. Простые народа одевались вот такие чапаны, особенно мужчины. Называется кементай, тоже вышивается из шерсти верблюда. Вот так джаргахшим, который я вам показала, еще надел вот Батикан Айт, да, джаргахшим из кожи. Здесь из кожи баранина, внутренняя часть шерсти, потому что защищается от холода. И верхняя часть у нас уже вышивки, ручная работа. Здесь у нас женская одежда, парча чапан и белый элечек. Богатые семьи одевались вот такие чапаны. Тукова чапан, мужская, женская, с кыргаками элечек и сусартовитые мужчины одевали. Это та самая бешик у нас. Та самая бешик, сюда лежали младенцы и с собой во время кочевания отвезли с собой все женщины. Когда, например, будет упадать этот бешик, это для младенца очень безопасный, удобный и комфортный предмет там был. У нас это первые обувь, которые привезли в Кыргызстан из Китая и с Монголии. Конечно, с каблука мы одевали богатые женщины, простые, как башмачки, одевали простые народы из кожи. Вот так, вот это на стенах у нас бельдемча, юбочка для женщин, тоже давала красоту и прямую осанку, и фигуру, и здоровье для кыргызских женщин. Первая была, это 10 килограммовый элечек, вторая это юбочка бельдемча. Они одевали после родов, когда родили первенцу, да, сразу одеваясь вот это бельдемчу, как карсет, подтягивать живот. И они сохранялись от болезни грыжи спины. Вот та 10 килограммовая элечек у нас украшена, вот видите, пуговицами, кораллы и из разных украшений. Сверху уже одевают дурьяджолок, платок с вышивкой. Сейчас вот такие элечек одевают ванские кыргызы, те кыргызы, которые живут в Турции. Разные виды ступы для зерно и украшения для женщин. Тоже первое сказали элечек, второе бельдемча, третье это чачу-штук. Украшения для женщин из чистого серебра. Когда вот у кыргызов с малых лет до 15 лет плетет вот волосы, косички сделает 10 штук. Это называется бешкокуль, здесь 5, здесь 5, маленькими вот косичками. А когда ей исполнится 16-17 лет, они делают вот эти косички, 40 штук волосы, да? И чтобы в обществе узнавало, что она готова замужеству, можно просить руки. И вот выйдет замуж эта девушка, сразу плетет, вот косичку сделает на 2 штуки, чтобы в обществе узнавало, что она замужем, у него есть пара, партнер. И закрепляет на него вот это 2 штуки, 5 штук называется, 2 штуки. И вот узнавает, что по 2 косички, да, узнавает, что она замужем, есть муж, и у них есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ребенка. И когда останется вот женщина одна, да, у кыргызов никогда вот не разведелись, только остались вот, к сожалению, давай, да? Когда останется женщина давай, сразу плетет вот волосы, косичку сделает на 1 штуку, чтобы в обществе узнавало, что она 2, 1. И закрепляло вот такие соединенные части штук. И в обществе узнавает, что она 2 в 1 косичке, да, и считает 1, 2, 3, 4 детей, соединяется, и опять начнется вот эта монета. 4 детей, но одна 2 и 9 внуков. Это составляет до 4 килограммов. Вот таким образом кыргызские женщины всегда стройными, здоровыми, здоровыми, да, вот таким образом они достались, поживали красивыми. Украшения кораллы. Вот это называется у нас декоративная вещь, чак-ча, сюда кладет на свай, на свай, знаете? Да. На свай кладет. Вот у кыргызов раньше вот дедушки, бабушки иногда пользовались, да, и сюда кладили на свай и с собой носили. Все украшения были из чистое серебро. Когда вот кыргызская женщина с одной колечкой, да, носив в руке, она готовит вот тесту до 30 сантиметров, микробы убивают. Поэтому они украшения сделали из чисто серебро. Вот это здесь у нас серьги серебряные. В середине есть большим глазком, да, вот это две палочки. Одна крученая, одна прямая. Всегда тоже женщины с собой носили, как, например, брошка или украшение, да. Вот это крученые пользовались для мхачистской, а прямые пользовались для зубачистской. И начинаются наши кухонные приборы. Наши предки пользовались из чистой, экологически чистой предметов, да, особенно дерево, камень и кожи. Вот это называется у нас супара, как скатерть пользуется, на нем и сделают джарлчак и тесто, и виды, разные виды ситы. Вот таких хратабаков кушали без шпармах, без шпармах пробовали? Конечно. Это наше национальное блюдо, там только тесто, мясо и жир. Сейчас особенно там добавляют по вкусу лук и черный перец. И они кушают вот пять пальцем, поэтому и называлось бешпармах, пять палец, бешпармах. И все уникальные предметы, гукури, все из кожи. У нас уникальность, вот это последнее вымя коровы, вот видите, они тоже не выбросали, они были очень экономными народами, и не выбросали вымя коровы, и сделали из него вот такие посуды. Разные виды, вот чайники, чаначи, вот видите, чаначи, изготавливали из кожи рогатых скотов и вышивали, ручки сделали из конских волос. Вот таким образом наши предки перекочевали в сторону разных, куда им было удобнее, где было, да? И пойдемте. Вот этот предмет у нас называется джамбы, семь статуэтки, которые сделала вот Тана Сарбовы, это художница наша, и вот она считала, что когда кыргузы жили в Енисеи, они верили вот таким всем предметам, и свои вот обозначения, да, природа, целитель, наука, благополучие, счастье. Табак кумган называется, как чайник, да, сюда наливают теплую воду, и когда все кыргузы соберутся кушать бешпармах, да, они перед бешпармахом обязательно моют руки. И самый молодой человек им наливает воду. И когда моют руки, молодому человеку дается благословение, это вот называется вот таким образом, рука держит все, и расскажется хорошие слова этому молодому человеку, кто наливал вот воду, да, пусть всегда будет счастлива, у тебя будет всегда успех, здоровье, пусть Аллах даст тебе долгих лет, вот таким образом, и они делают бота вот на себя, да, чтобы защищаться, да, чтобы это исполнилось. А когда вот у кыргузов, когда рождается ребенок до смерти, человека сопровождает это бота, благословение, потому что вот рождение ребенка, да, сразу хорошая вот бота расскажется, пусть это мальчик или девочка, младенец будет живыми, пусть здоровая будет вот таким образом до смерти, да, и вот у кыргызстана. На всю жизнь, что называется. Здесь у нас карта Кыргызстана, знаки есть разные, вот только рунические надписи, где была найдена, вот квадрат, да, круг арабографические надписи, тюрко-сирийские надписи, тибетские надписи и китайские надписи. Вот китайские надписи были найдены только в Токмаке, в Токмаке, в Чуйском области, тибетские надписи были найдены вокруг Иссекуля особенно, и у нас только вокруг Иссекуля, вот, знаете, еще вот в Карабалте. И тюрко-сирийские надписи вот такие у нас было найдено в Тамге, я вам показывала, и Токмаке, и Бишкеке, вот видите. Арабские графические надписи у нас везде, потому что первое, когда они хотели вот, уф, тюрко-рунские надписи тоже везде, хотя бы те. Вот это называется у нас Рюкек, это поменьше сундука, кыргызские женщины пользуются активно, потому что сюда хранили продукты питания, а в сундуке большом по размеру, да, хранили только одежды, ткани. Здесь музыкальные инструменты, вот это называется у нас железный оскомус, вот как будто вот эта бабушка делает, да, это деревянный оскомус, вот таким образом пользуются, это из глины, называется чопочор, дудочка, и первые музыканты Кыргызстана. У нас есть аса шелдрак, гыгыр шелдрак, вот это номер два, трех струной, это хомус национальный, национальный, номер шесть двух струной, это клыак, как скрипка, и вот дудочка, сурнай, и у нас вот это называется доблбас, про манас слышали у нас в Кыргызстане? Рассказываете ли манас у нас считается самый богатый, манасчий у нас, самый молодой манасчий, он рассказал манас с четырех лет, сейчас ему двадцать девятнадцать лет, когда они читают манас, сопровождается особенно вот такая, вот это музыкальный инструмент, называется доблбас, оно из кожи верблюда, только эта музыка сопровождается, музыкальный инструмент, это уже изищество, тенгерианство, верили вот таким разным тумарчикам, гадали вот таких косточек, бараниные лопаты и челюсть, и защищались от вот таких разных украшений, от сглаза. И одежда шаманов. Шаманы бывали у кыргызов два вида, женщина и мужчина, да, женщину называли бю-бю, а мужчину называли бахчи. Они одевались, в то время они тоже служили для народов, как дипломаты, смертным миром и живым миром. У нас есть ислам, вокруг Секуля пришло ислам в 10 веке. У нас коверчик привезли специально из Индии, на нем не читается, молится намаз. Священная книга Куран и Чотки. Куран передали нам местные жители. Разные виды бещика, вот разные виды бещик, колыбель для младенца. Альчики берутся вот такие маленькие из баранина, большие называются у нас домпой, берутся из рогатых скотов. И играются все мальчики. У кыргызов всегда научат играть вот альчиками с двух лет, потому что раньше мальчиков готовили сыграться вот альчиками, да, готовили на буйским тактикам. В прошлом году, вот когда наступит весна, да, в нашем селах уже начнется играться альчики в активное. И в прошлом году продавали среди мальчиков, вот среди мальчиков продавали один альчик на один сом, а в этом году уже один альчик продавали на 10 сомов. Знаете, когда начинали, наступит весна, да, начнется играть альчиками, которые наполнены две карманы, наполнены мальчики, то мальчик, тот мальчик будет авторитетным мальчиком в селе. Это у нас тогус-хоргол, это настольная игра и интеллектуальная игра. Зашло в список ЮНЕСКО. Должна быть у каждого луночка 12 шариков и две казана, одна моя, другая ваша, да, и играется, как правило, нарды. Чикурчаки, куклы, которые кыргызские девушки, девочки, мамы со своими руками вышивали и игрались, вот девочки между сами. И даже, вот видите, даже они сами вышивали вот это головной убор и лечеки. И с украшением. Немножко о вышивках, о кураков и правила, да, как вышивать и как у нас получаются узорчики. И это тоже кураки. Ну, пойдемте. Кыргызские орнаменты берутся от природы, от животных. Вот. Например, вот такая узорчик обозначает лебедь. Вот собака, гу-кыр, хоз собаки, вот это орнаменты. Хоз собаки, вот видите, рок архара, собака, тоже вот, голова козы, волк, орел, вот все эти обозначают вот такие. Вот такие узорчики обозначают бешманджа, вот это пять пальцев. Они всегда, не всегда ровны, да, и вот обозначение есть. Вот такие знаки обозначают ангел-хранитель. У нас называется умаяни, как мама. Вот видите, как мама. И первая красавица Кыргызстана, жена Кусейна Карасаева. Шердаке виды, разные виды шердаке, северные Кыргызы делаются вот такие узорчики, а южные Кыргызы вышивают вот таким узорчиком. Это ткацкий станок, вышивает вот такие шинурчики, с этим, с помощью вот таких шинурчиков, когда вы зайдете в юрту, да, Кыргызстан, когда зайдете там красиво с помощью, и оно тоже без глазей построится с помощью вот таких шинурчиков. И вот это правило изготовления гигиза, одного вот такого шинурчака. Видите? Село-село вместе. Вот это сундук у нас по большому размеру, который я вам показала, да, напротив нас. Здесь особенно хранят одежды, тканей, натуральные красители из натуральных растений, вот грецкий орех, барбарис горный, и какие цвета они передают, да. У нас в Кыргызской энциклопедии, особенно в Кыргызской рукоотенце, пользуются сейчас 75 видов оттенок. Вот таких. И у нас есть плетение, ручная работа, с помощью рукой сделается, и декоративная понадобится для украшения мужских и женских платьев. Чито-кур с помощью вот такой растения, чий называется, и с помощью крашеного волоком делается круг, и сюда положится с помощью камней, ниточкой, завязывает, вот видите. И у нас получается, как положишь, что задумаешься, и так у нас какие узорчики появляются. Вот такие знаки обозначают, что ты не одна. У тебя есть родственники, родители, вот таким образом. Называется чачи. Особенно вот таким чачи придали, когда девушка вышла замуж, да, с ней тоже придается вот приданные. Вместе с ними вот обязательно вот такие чачи делали, что она не чувствовала себя одна. У нее есть родственники, родители, вот таким образом давала дух, сила. вот и спускаемся вниз. У нас там недавно открыта была выставка Лилия Трусбековой. Она считается первая среди женщин и мужчин кинорежиссером. Она около 150 документальных фильмов снимала, вот, которые на стенах они, какие они она фильмы снимала. Вот Саяхбай Каралаев великий монастчил, Саяхбай Каралаев расскажет монаст, и она снимала про это тоже. Пойдемте. Вот Лилия Трусбекова родилась в 1933 году и окончила ГИК в Москве в 1956 году и вернулась в Фрунзе и стала первой кинорежиссером среди женщин и мужчин. На стенах уже хранить храна ходит по хронологии, аппарат Мальбетта про него и работы. Как она работала, что она снимала, в каком команде она работала, вот таким образом. И у нас здесь немножко сувенеров. Можете покупать как подарок наши сикульские травы, чай, чапанчики, киртокии и вот медальончики. Вот знаете, когда прабата я вам сказала, прабата рука делает и прабата. Особенно кыргызам мы сейчас очень активно вот такое носить, да, медальончик это защищает тоже от сглаза и черное-белое обязательно, потому что когда рождается ребенок, сопровождает до смерти, это черная-белая полоса, хорошее-плохое, богатство-бедство, таким образом и это называется жизненный баланс, терпение. У кыргызов есть такая слова когда ты будешь терпелив, ты будешь достичься высокого. Награда будет от Аллаха вот таким образом и носить надо вот такие. Вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Мы очень рады, что зашли.